Тонкие грани русского языка создаёт красивая ткань стиха. И эту ткань стиха умеет перегранино сплетать Лариса Елисеева. Встречаем! Поскольку тема сегодняшнего нашего концерта, основная тема, это книга, обращение к книге, то мне подумалось, что мы все, и поэты, и не поэты, кто читает, и кто знает о том, что существуют книги, обращались хотя бы однажды к основной книге. И из неё, из этой главной книги вырастают все остальные книги, повторюсь на этом слове. То есть всё остальное — это вариации на основную книгу. Я думаю, вы поняли, о какой книге я говорю. Да. И сегодня я хочу вам представить три сонета из венка сонетов. А венок сонетов, если коротко, то это... Сонет состоит из 14 строк. А венок сонетов из 14 таких сонетов. И особенность его в том, что каждая последующая строка сонета — это начало следующего сонета. И вот так, переплетаясь, получается венок. И последняя строка последнего сонета — это первая строка первого сонета. Мало того, у этого венка существует ещё и магистрал. И он состоит как раз из первых строк каждого сонета. Но я прочитаю сегодня только три сонета из этого венка. И один из сонетов как раз и посвящён книге. И раздумья мои в этом венке были взяты как раз из основной книги. Потому что всё, что нас окружает, мы видим какие-то знаки. И если мы присмотримся, то мы понимаем, что не зря нам дан этот знак. О чём-то он говорит, либо предупреждает, либо нас поддерживает. И вот как бы об этом три моих стихотворения из венка сонетов. Знак огонь промелькнёт, видный издалека. И покажется путь не таким уж и длинным. Пусть преградой болоты, пески или льдины лягут, Но уже не страшусь оселка. Встрепнётся душа, как надежда рабка. Да поможет ей вера быть стойкой и сильной. Разделить словеса, где чисты, где кадильны. И сквозь них до родного дойти камелька. Чтобы сердце согреть у знакомых ворот. На могиле отца весть повырвать осод. И затеплить свечу образам молчаливым. Зайчик света запрыгнет на стену в жильё, Где картинка с голубкою. В клюве её жизни знак. Ветка маслично-сочной оливы. Ветка маслично-сочной оливы. Ветка вербы пушистой, зацветшая в срок. Лавра строгого ветка, герою венок. Ветка белой берёзоньки неприхотливой. Дуба крепкого, грустной и плачущей ивы. Пальм ветка, дрожащий осин и сучок. Рассказать бы могли про добро и порог. Даже ветка бесплодной смоковницы сирой. Много песен, преданий, былин берегут тех, Что птицы ветра на лету, на бегу, Утверждая, что каждое слово правдиво им поведали. Ветки, свидетели тайн стали книгами. Их открывай и листай. Книга, слово-хранитель для мысли пытливой. И последняя. Книга, слово-хранитель для мысли пытливой, На страницах своих для потомков несёт Опыт мира, войны, зла, добра. Это всё звук, зовущий в прошедшую даль, молчаливо. Если слово крикливо и лживо и льстиво, То оно произнёсшего больно хлестнёт, На позор, осуждение, стыд обречёт. А бумажный листок всё снесёт терпеливо. К счастью, в книгах иными словами пропеты Звуки верной любви. Их находят поэты. Из молчания лучшая выйдет строка. В дальних странах спасают нас снова и снова Звуки речи родной, материнское слово. И мешочек земли на груди чужака.